Семья Гамаюновых-Кургановых в акции «Бессмертный полк» принимает участие с момента старта проекта. И с тех пор не пропустили ни одного шествия. Мама Олеся, папа Игорь и две их дочки по праву гордятся своими ветеранами. Бабушка главы семьи Игоря Алексеевича была партизанкой, попала в плен, освобождена войсками Красной Армии. Прадед дошел до Германии, награжден орденом Красной Звезды. Дед мамы Олеси Игоревны воевал, был разведчиком. И вот это вот сила духа нашего национального народа, то есть народа, люди которого в минуты опасности, наверное, плечом к плечу стоят и на защите, там, не только отечества, да, а и ближнего своего, ради которого готовы отдать, ну, знаю, там, и жизнь, вплоть до того, чтобы отдавали жизнь. В год юбилея Великой Победы шествие бессмертного полка станет кульминацией общенародных торжеств. Свой вклад в прославление народного подвига и в увековечивание памяти народа могут внести и самарцы. В год Великой Победы, 9 мая, каждый может почтить память героев, приняв участие в акции «Бессмертный полк». Акция «Бессмертный полк» проходит в Самарской области с 2015 года. Первый год у нас был участников около 20 тысяч человек. В 2019 году уже более 50 тысяч человек. Напомним, что регистрации для участия в акции не требуется. Встать в ряды полка можно даже без фото, которое может заменить любой документ, хранящий память о герое. «Красное колесо войны» оставило свой страшный след в каждой без исключения российской семье. Нельзя допустить, чтобы память о переждам притупилась в народном сознании. Именно в этом цель и смысл акции, который охватывает все без исключения социальные слои и географические точки нашей Родины. Пополняя ряды «Бессмертного полка», каждый вносит посильную помощь в общегосударственное дело сохранения великих страниц истории для потомков. Владислав Жирнов, Александр Дудков, Новости губерния. Владислав Жирнов, Новости губерния.